Знакомьтесь, это Степан. Он прошел собеседование на позицию middle full-stack разработчик на питоне и записал это собеседование на камеру. А сегодня я буду это собеседование обозревать и давать вам правильные ответы на все вопросы, которые ему задавали. Погнали! Слушай, а по питону ты как себя считаешь? На каком уровне? Ну, знаешь, мы вообще ищем серьезного игрока. Давай пройдемся, если поем, что надо посерьезнее, то прервемся и скажем, хорошо? Давай начнем техническую часть. Что такое билл в питоне? У тебя есть интерпретатор питона, и джилл блокирует интерпретатор питона так, чтобы у тебя питон типа работал, можно сказать, в одном процессе, что подобное. Гилл расшифровывается как global interpreter log, то есть глобальный блокировщик интерпретатора питона. Его основная задача в том, чтобы не давать интерпретатору питона выполнять больше одного треда или по-другому потока за раз. Гилл — это исключительная особенность питона, и в других языках программирования типа C++ или Java, например, его нет, и, соответственно, эти языки могут выполнять больше одного треда за раз. Ладно, давай, что такое поток, знаешь? Ну, по потокам я, честно говоря, их в питоне особо не понимаю, потому что ты можешь разделить задачки на IO-bound и CPU-bound. IO-задач ты решаешь с помощью синхронности, а задачки CPU-bound с помощью процессов. Всего в операционной системе есть две основные сущности — это процессы и потоки. Процессы — это задачи, которые выполняются, программы, которые выполняются у вас на компьютере, то есть на вашем ядре вашего процессора. В этих процессах уже существуют потоки, которые выполняют какую-то специфическую задачу в рамках одного процесса. В рамках одного процесса может быть запущен только один интерпретатор питона, и этот интерпретатор питона уже будет выполнять потоки внутри этого процесса один за одним. Поэтому в контексте языка Python ответ Степана был правильным, потому что есть всего два вида задач, это CPU-bound и IO-bound задачи, то есть задачи, которые требуют вычисления на процессоре и задачи просто ввода-вывода, которые не требуют никаких вычислений на процессоре. И IO-bound задачи лучше всего на Python делаются через асинхронный подход, а не через мультитрединг, потому что, как мы дальше обсудим, мультитрединг требует времени для переключения процессов. Поэтому можно сказать, что мультитрединг в Python вообще не нужен, а если вы считаете, что он нужен, и я просто про это не знаю, то напишите об этом в комментарии, всегда рад узнать что-то новое. Что, поток, чья сущность? Ну, это подпроцесс. А, процессы, чья сущность? Процессы и потоки — это сущности операционной системы, и только операционная система решает, когда переключать потоки в рамках одного процесса, то есть она сделает это, когда заблагорассудится, плюс на это еще будет потрачено какое-то время на переключение. Поэтому и был придуман асинхронный подход, потому что в рамках одного процесса на интерпретаторе Python может быть запущен только один поток. И асинхронный подход заключается в том, что внутри этого потока уже задачи переключаются, и переключаются они при помощи библиотеки Async.io. Поэтому, когда мы пишем программу на Python при помощи асинхронного программирования, мы сами можем решать, когда какие задачи переключать. Более того, все это происходит в рамках одного потока, то есть мы не тратим время на переключение между потоками, как это было в случае многопоточного программирования. Поэтому именно асинхронный подход отлично подходит для выполнения IO-bound задач. Ладно, расскажи мне, чем асинхронное программирование, почему асинхронное программирование на асинках, по вейтах быстрее, чем, например, реализация на поток? Потому что поток, он ограничен одним процессом, питон будет переключаться между потоками. Если много потоков запустить, то у тебя питон просто не успевает между ними переключаться. Тут Степан ответил правильно, потому что при асинхронном программировании, как я уже говорил, мы не тратим время на переключение между потоками, и, соответственно, экономим большое количество времени. И даже при большом количестве задач, которые переключаются между друг другом, асинхронный подход не теряет свою актуальность. А мультитрейдинг при большом количестве потоков теряет свою эффективность. Что такое словарь? Что может быть ключом в свое время? Ну, любой неизменяемый тип данных, словарь, Тоня такая вещь. За O от N, ой, O от 1, укрется оттуда по ключу. Могут быть коллизии, поэтому это условное O от 1. Словарь в питоне реализован через хэш-таблицы. Хэш-таблицы это такая структура памяти, если вы про нее не знаете, обязательно посмотрите на ютубе более подробно. Но если вкратце, это такая структура памяти, когда мы выделяем определенное пространство для каких-то записей в нашей памяти. Соответственно, когда мы обращаемся по какому-то ключу, мы берем хэш от этого ключа, потом берем остаток отделения этого хэша на количество ячейк, которые мы выделили в памяти, и, соответственно, получаем номер ячейки, куда мы записываем наш результат. И поскольку после взятия хэша мы автоматически получаем номер ячейки, где лежат нужные нам данные, то операция получения значения по ключу занимает константное время, то есть O от единицы. И поскольку количество ячейк памяти в хэш-таблице ограничено, может быть такая ситуация, что по двум разным ключам у нас получится один и тот же номер ячейки. Это называется коллизия памяти. И поэтому, чтобы разрешить эти коллизии, после взятия хэша питон сравнивает ключи. Операторам равно-равно. И если эти два ключа разных, то получается, что питону нужно найти другую уже ячейку памяти, чтобы положить нужный нам результат. И чтобы хэш от ключей не менялся, ключи должны быть, конечно же, неизменяемыми типами данных. Потому что если, допустим, нашим типом данных будет какой-нибудь лист, то мы просто поменяем один элемент в листу, у нас поменяется хэш, и мы потеряем номер ячейки в памяти, где лежит значение по этому ключу. Именно потому что мы берем сначала хэш от ключей, и так мы ищем ячейку памяти, сами ключи должны быть неизменяемыми типами данных. Потому что если они будут изменяемыми, то мы потеряем наше значение, которое лежит по этому ключу, потому что хэш уже поменяется. И как я уже сказал, подробнее про хэш таблицы лучше посмотреть в каком-нибудь отдельном видео на ютубе. Какие методы нужно вязать, чтобы наш хэш был ключом с варяем? Сейчас вспомню. Хэш и... И метод EQ. Все логично. Метод хэш нам здесь нужен для того, чтобы получать хэш по данному ключу, а метод EQ нам нужен для того, чтобы у нас был определен оператор равно-равно, для избежания коллизий в случае коллизии хэша. И вот вам пример реализации класса, который может быть использован в качестве ключа в словаре. Карташ может быть элементом словаря? Ключом, но он же у нас неизменяемый, так что вроде может, да. Конечно может. Более того, элементом словаря может быть экземпляр класса. И более того, это может быть любой класс, который вы создаете, потому что методы хэш и EQ, они в классе прописываются автоматически. То есть вручную эти методы можно будет не прописывать, и все равно ваш класс будет можно использовать как ключ в словаре. Но делать так не рекомендуется, потому что эти методы по умолчанию ставятся как-то криво, и лучше их прописывать вручную, если вы все-таки планируете использовать экземпляры класса в качестве ключей в словаре. В чем разница между списком и кортежем? Лист изменяемый, а кортеж неизменяемый. Еще что-нибудь, можешь сказать? Блин, прям так не могу. Просто одно только в голове висит. Кроме того, что кортеж неизменяемый, а лист изменяемый, я бы добавил, что у листа динамичная длина, то есть его длина может увеличиваться, и питон будет автоматически выделять новую память под новые элементы в листе. Но, во-вторых, в памяти питона пустой кортеж всегда один, в отличие от пустых листов, которые каждый раз создаются заново. Это позволяет экономить много памяти питону, и это легко проверить при помощи функции ID, как вы видите сейчас на экране. Вот смотри, я в чат написал сюда, в чем разница? Ну, правую функцию ты вызвал, левую ты не вызвал. Ну, это правильно. Следующий вопрос. Вот смотри, словарик сделали. Использовали другой словарик, в другом словаре меняем первый ключ, что будет в выводе. Наверное, я все-таки отвечу, что и там, и там 0 будет. Это правильно, потому что, когда мы пишем D1 равно D2, мы переменной D1 присваиваем ссылку на D2, потому что D2 это изменяемый тип данных. В данном случае это дикт. А как в питоне реализована передача параметров функции? По ссылке, по значению или по еще чего? Блин, я думаю, ссылка точно не могу сказать, прям вот стопроцентно. Если изменяемый тип данных передаем, то как передается? И не изменяем. Вот Tupel, например, передаем 10 гигабет тупла. У нас просто полетит эта же ссылка на Tupel, чтобы не создавать новый объект, я думаю. Ну, то есть ссылка полетит. Ну, то есть точно не знаешь, вот сейчас предполагаешь, да? Ну, я думаю, что да. А зачем нам создавать новый объект, если он и так неизменяемый? Вообще в питоне все реализовано через ссылки. И когда мы передаем функцию или присваиваем переменной изменяемый тип данных, то мы передаем ссылку на этот объект, по которой этот объект уже можно будет изменить. А если мы передаем неизменяемый тип данных, то, собственно, мы передаем значение и не можем изменить исходный объект, потому что он логично неизменяемый. Ну, то в питоне, в общем-то, я тебе скажу, там не просто так, знаешь, не просто по ссылке, по значению. Там похитрее, там по имени, и смотрится на тип объекта, и что там с ним происходит. В общем, там это нужно почитать. Нужно почитать, чтобы это по-анее... Степа обещал это прочитать, поэтому мы будем ждать от него подробный отчет о том, как это работает в нашем сообществе Unicode. И Степа и я состоим в IT-сообществе, которое называется Unicode. В этом сообществе мы помогаем друг другу, общаемся и делимся советами о том, как проходить собеседование. А еще у нашего сообщества есть огромная база знаний, где собраны вопросы из реальных собеседований, и если вы готовитесь к собеседованиям, вы можете зайти и посмотреть, какие вопросы там вообще встречаются. А еще там собраны ссылки на полезные материалы, которые помогут тебе в обучении. Например, всякие курсы. Поэтому заходи, пока информации не стало слишком много, потому что база знаний пополняется в реальном времени, и информации там уже огромное количество. А еще у нас в сообществе есть таблица менторов, где вы можете найти себе наставника для индивидуальных занятий. Все ссылки в описании. Так, мы смотрим, вдогонку, так сказать. Вот, смотри, две функции. В одной функции мы принимаем список, вот, и в одной функции мы нулевой элемент заменяем, а второй из функций полностью заменяем список. Что будет? И создаем, видишь, два списка независимых, но специально для чистоты эксперимента, и дергаем первую функцию, а потом вторую функцию. Вот, что будет в выводе? Так, ну, вторая у нас вроде как лист, собственно, сам не изменит. Ну, а что значит не изменит? То есть, что будет в выводе? 1, 2, 3. Ну, именно в второй функции. Во второй функции будет 1, 2, 3. А в первой? Наверное, 1, 2, 3, 2, 3. А почему так? В первой функции мы изменили, там изначальный лист, а во второй мы заменили ссылку. Ну да. Все верно. В первом случае мы передаем функцию изменяемый тип данных лист, и, соответственно, меняя этот объект внутри функции, мы изменим и исходный объект по этой ссылке. А во втором случае мы просто внутри функции создаем переменную, которая называется так же, как наша изначальная переменная, а изначальная переменная у нас никак от этого не меняется, поэтому ответ будет правильный. Ну, а дальше они, видимо, решили просто поговорить немножко по душам. А ты... у тебя в среднем образовании написано, да? Да, но я планирую вышку заочно получать, если это нужно как бы. Ну, мы любим вырешать логерфемические уровнения. Шучу. Шучу. Ну, просто интересно. А вот образование питон, ты сам изучал или где-то? Я, ну, я говорю, я в Яндексе учился вот в этой фигне, но я ее дропнул и пошел сам учиться. А ты долго учился? Там написал год у тебя. Да блин, я не знаю, на самом деле не особо долго, но я быстро нашел первую работу, и там уже быстренько что-то пытался. Сейчас рынок такой, да? Ну, товарищ, я программист, тебя отберут. Узнал точно. Ну, первая работа там, конечно, так себе была. Вот, но зато много узнал. Угу. Из жизни. Так, ну ладно, смотри. Ребят, давайте дружно поддержим Степика и подпишемся на его телеграм-канал, ссылка на который будет в описании, потому что ему было очень тяжело держаться на этом собеседовании и не заржать. Так что, кто хочет узнать, хули он такой лысый, бегом в его телеграм-канал. Следующий вопрос. Параметры по умолчанию. Угу. Значит, мы создаем функцию, и там параметры по умолчанию списком. А создаем вначале отдельный список. Какой вопрос? Вот мы пихаем туда, вызываем эту функцию 4, 5, 6. Что будет в первом выводе, когда мы 4, 5, 6? То есть, не указываем второй аргумент. И что будет, когда мы указываем второй аргумент? Здесь 7, 8, 9. Короче, если мы задали L, 1, 2, 3. Потом мы взяли, вызвали функцию с дефолтным параметром лист. У нас мы добавили... Тут просто нюанс есть очень интересный, поэтому вопрос интересный. Вообще, это очень распространенный вопрос, который задают на большом количестве собеседований, практически на каждом. Помните, мы говорили про пустые кортежи и списки? Вот в данном случае список пустой, как параметр по умолчанию функции, всегда будет один. Поэтому так будет странно происходить, что каждый раз, когда мы вызываем эту функцию, этот лист будет меняться, и у нас будут добавляться все новые и новые элементы. В принципе, вот как вы можете видеть у себя на экране. Но это только в случае, когда мы передаем пустой лист параметрам по умолчанию функции. Во всех остальных случаях, при объявлении пустого массива, пустого листа, у нас всегда будет создаваться новый объект в памяти. Так, понятно. Ладно, давай тогда дальше. Какая скорость поиска у словаря? У словаря? Я же уже говорил. Да, ты говорил. Вот, ты говорил. Тогда у списка? У списка? От N. Что быстрее? Поиск словаря или во множестве? Ну и там, и там за от единицы же. Да, да. Все верно, потому что множество в питоне реализованы через те же хэш-таблицы, что и дикты. Поэтому скорость поиска элемента всегда будет константа. А где ты научился в питоне? То есть ты сам вот это все постиг, читал? Да, я читал книжки много, я типа курсы какие-то бесплатные проходил. Ну короче, денег я особо не тратить старался на обучение. Минимум денег там потратил, и это все учил сам. Кстати, я тоже всем всегда советую не тратиться ни на какие платные курсы, потому что вся информация, которая вам может быть нужна для освоения любой профессии, находится в интернете. Например, я тоже никогда не покупал никакие курсы, и прекрасно разбираюсь и устраиваюсь на работу, потому что я всю информацию умею искать самостоятельно, и все обучающие материалы также ищу самостоятельно. Ну конечно, я закончил МГУ и кафедру по машинному обучению, но это ничего не меняет, потому что после окончания МГУ я уже доучивался самостоятельно. И когда вы покупаете какой-то платный курс, вы перекладываете просто ответственность с вас на какой-то курс, который вас магическим образом чему-то должен научить. И когда вы устроитесь на работу, и у вас появится какая-то новая задача, которую вы не умеете решать, вы такие, а что делать? Поэтому учитесь искать информацию самостоятельно с самого начала. А вся нужная вам информация, конечно же, находится в базе знаний в нашем сообществе Unicode по ссылке в описании. Что такое ленивые вычисления с точки зрения компьютерной навыки? Ну вообще концепция ленивых вычислений, она достаточно общая, и она заключается в том, что вычисления происходят не в момент запуска программы, а тогда, когда нам нужно получить конкретный результат какой-то функции. То есть мы считаем по запросу, а не все сразу. Хорошим примером ленивых вычислений в питоне являются генераторы. В генераторах мы не считаем весь массив с самого начала, например, числа Fibonacci до какого-то значения. Мы не считаем. Мы считаем каждое число Fibonacci только в момент, когда нам нужно получить это самое следующее число. Ну это, например, или функция Range. Также, если вы напишите в питоне Range от 0 до 10 миллиардов в степени 18, питон это сразу не посчитает, а он будет считать каждый новый элемент только тогда, когда вы будете к нему обращаться. А что такое генераторы? Генераторы это функции, либо классы, которые возвращают итераторы. В данном случае Степа ответил вообще неправильно, но именно этот ответ можно найти на некоторых недобросовестных сайтах в допе выдачи. Понятие итератор в питоне это общий механизм обхода данных, реализованный в виде класса с методами iter и next. Все. А генераторы в питоне это особый вид итераторов, когда значение следующего элемента считается только при обращении к методу next, а не в момент инициализации класса. Другими словами, генераторы это итераторы, которые в себе ничего не хранят. И задать их можно как и классом с методами iter и next, так и функциями с специальным оператором yield вместо return. И что нам нужно сделать, чтобы написать свой итератор? Итер и next. Так, ну да, ну вообще правильный ответ такой. Итератор это паттерн программирования, который позволяет перебирать элементы вообще без понятия, для черного ящика, без понятия что там внутри. То есть ты просто перебираешь элементы. А что там под капотом, тебя абсолютно не интересует. Я бы так вот видел. Так, с OOP как у тебя там? Что такое static метод? Короче, мы обращиваем в классе метод декоратор static, и потом мы можем, если не ошибаюсь, вызывать этот метод прямо от класса. Тут Степа перепутал static методы и класс методы. Давайте разберемся, что есть что. Всего есть три типа методов. Первое это методы класса, то есть самые обычные методы, которые мы пишем в наших классах, без всяких декораторов, эти методы нужны для того, чтобы менять состояние экземпляра класса. Второй тип это класс методы, то есть методы, которые относятся ко всему классу и не могут менять состояние какого-то отдельного экземпляра класса, но зато могут менять состояние всего класса, меняя какие-то глобальные переменные в этом классе. И третий тип это static методы, самый кастрированный тип методов, который не может менять ни состояние экземпляра класса, ни состояние всего класса. И нужны они просто для красоты, они работают как обычные функции, Которые просто получают на вход какие-то данные И что-то с ними делают и считают А к классам они относятся тупо для красоты Но кто это не знает, обязательно изучите про это подробнее Это очень интересно Ну, мы можем для инкапсуляции То есть, когда тебе не нужно знать какие-то состояния Но метод что-то рядом По логике с тем, что ты хочешь делать Не обязательно писать все время Методом класса, да Чтобы создавать класс Сейчас, извиняюсь, буквально секунду Давайте позже позвоните, я сейчас занят Поехали дальше Что такое класс метод? Класс метод, вот как раз таки это, видимо, та вещь, про которую я говорил Ну и напомню в двух словах Да, и чем класс метод отличается от класса? От чего? От методом класса Ну, а это мы с вами уже обсудили, поэтому идем дальше А, смотри, ты работал в команде или все время один? Гид знаешь, джиру? Гид знаю Джиру использовал совсем Типа мы на хакатоне открывали Ее в итоге забили, потому что никто ее не знал А так в Trello В основном веклоке Кстати, для своих проектов я тоже пользуюсь Trello И это очень удобно А в компании, с которой меня недавно уволили смотреть это видео Мы пользовались Linear А джира нужна для скупов С дата-классами работал Почему вопрос был? Потому что было интересно, как ты реализовываешь взаимодействие Вот написал ты класс, какие-то методы, вот что они у тебя возвращают Вот, и как ты это описываешь? Поскольку я не так много пробовал на питоне, дата-классы я не использовал в своей работе Но эта штука очень удобна для хранения возвращаемых данных Конечно, с тем же успехом можно возвращать кортежи или словари Но дата-классы вроде бы считаются хорошим тоном И принято их использовать Ну, работаешь ты в команде У тебя, например, написано, что распарсить JSON и вернуть ответ Как ты будешь реализовывать его? Вернуть ответ Я могу педантик использовать А ты использовал его? Да Ну, можно и педантик использовать На самом деле, классная штука Кто не знает, что это такое Обязательно изучить и удивить кого-нибудь на собеседовании Да, на самом деле, чем отличается метода NIT от метода NU? NU вызывается до ENIT И он, по-моему, возвращает экземпляр класса уже в ENIT В целом, все верно Какие методы нужно рисовать, чтобы наш класс, вот написанный класс, был контекстным мендером? Имена, блин, забыл Enter и Exit А в чем суть? Зачем их реализовать? Ну, мы условно можем заменить некрасивый код Какой-то, который try, accept, finally Мы его можем заменить красивым кодом просто виз В Exit мы будем писать реализацию для закрытия А в Enter для открытия И у нас в любом случае вызовется Exit Если у нас исключение дропнет А вот мы сможем использовать виз Ну и про контекстные менеджеры Степа объяснил, что они позволяют правильно обрабатывать исключения И автоматически закрывать файлы после выхода из контекстного менеджера В принципе, это правильно Ясно, так, ну у меня, смотри, у меня вопросы закончились, дальше Юр, ты будешь сдавать? Я сейчас просто навстречу вам, побегу Тоже спасибо большое Фух, ребят, вот такой вот потенький получился собес Но это еще не все, потому что дальше Степана стал опрашивать второй чувак по Джанго и Реакту Потому что это все-таки позиция на фуллтайм-разработчиков И эта часть длилась еще дольше, бедный Степан Поэтому вторую часть собеседования вы можете посмотреть по ссылке в описании в моем бусте Ну да, байт на подписочку, а что вы хотели? Не забывайте, что у меня есть телеграм-канал по ссылке в описании Куда я почу все, что не связано с IT А также про телеграм-канал Степчика тоже не забывайте Надеюсь, этот собес был всем полезен Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok